Друзья, всем привет! Поделюсь последними новостями относительно беглянок из обсерватора сторонниц шамана. Ситуация существенно не изменилась со вчерашнего дня, но появились кое-какие подробности. Во-первых, я не буду здесь называть ни имен, ни фамилий. Значит, одна женщина, у которой срок пребывания заканчивался в обсерваторе 19-го числа, она поехала в гостиницу, и там ее снова задержали сотрудники правоохранительных органов и опять отвезли в обсерватор. А на квартире, вот ссылку, которую я давал вчера, находились, это, оказывается, квартира как раз работницы этого обсерватора, которая, рискуя своим местом работы, помогла вчера покинуть обсерватор как раз этим двум женщинам. Одна из Якутии, другая из Бурятии, и вот как раз на ее квартире вторая женщина-сторонница шамана, они вдвоем и находятся. Информация о том, что спилили дверь, не подтвердилась, их просто пугали этой болгаркой специально. Затем им выключили свет вчера утром, и вот весь день света не было у них целые сутки. Наконец, сегодня, сейчас вот буквально полчаса назад к ним приехали адвокат и правозащитник, они пообщались с сотрудниками полиции, свет им включили в тот момент, когда там находились адвокат и правозащитник. Как только адвокат с правозащитником проследовали в полицейский участок для выяснения там обстоятельств каких-то, свет им выключили опять. То есть сотрудники правоохранительных органов дежурят у них там постоянно, то есть выйти они не могут, у них уже кончилась вода. Они говорят, что воду мы будем пить из крана, но кипятить. Говорят, что в Якутске они такая вода, что пить ее из крана нельзя, но они ее будут кипятить. И, в общем, пока очень самоотверженно держат оборону эти отважные женщины. Мои слова им поддержки и признания. Уруайхал. Из дома они не выходят. Есть видеозапись, ссылочку также прикреплю, где идет общение. Они через дверь общаются со своими адвокатами и правозащитниками, переговорили, то есть они объяснили, в чем суть дела. И вот юристы отправились в райотдел. Они периодически выходят в эфир, рассказывают, что там происходит. Так что, если хотите следить в онлайн-режиме, ссылочку я, как сказал, уже в описании прикреплю. Вы можете смотреть сами. Я в случае появления каких-то новостей срочных, также буду выходить в эфир и рассказывать вам о том, что происходит. Еще одна новость. Буквально пару минут назад отписал Ворон. Его сейчас везут в больницу. У него проблемы с зубами. Заболел зуб, зубная боль. Также на канале открытый микрофон идет трансляция. Со вчерашнего вечера. Где следят за тем, что происходит с этими женщинами, сторонницами шамана. И в случае поступления какой-то информации, они по телефону созваниваются, там Дмитрий Баиров. И в случае поступления какой-то информации, они эту информацию тут же в эфир также выкладывают. То есть там идет такой видеомарафон. Можете присоединяться там через Zoom, высказать свои какие-то комментарии по этому вопросу. Новости достаточно нейтральные или положительные. И еще одну могу поделиться с вами. Еще одной хорошей новостью, уже касающейся моего канала. Мне включили монетизацию. Так что если вдруг вы захотите стать спонсором канала, то можете вклад свой внести. Там от 100 рублей, ну по ссылочке там пройдете, посмотрите. Я еще сам до конца не разобрался, что там к чему. На этом прощаюсь с вами. Пока все. Спасибо за просмотр. Всем пока.